Портрет Любовь Авторская программа Владимира Легойды «Порсуна» Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать «Порсуны» наших современников. Сегодня в нашей студии Николай Николаевич Нечаев. Николай Николаевич, здравствуйте! Добрый день, Владимир Владимирович! Я на всякий случай напомню вам, нашим дорогим зрителям, что у нас пять частей – «Вера», «Надежда», «Терпение», «Прощение», «Любовь» – это структура, связанная с окончанием молитвы общинских старцев. И перед тем, как мы к первой теме перейдем, я хотел бы вас по замыслу нашей программы попросить ответить на такой глубинный, предельный вопрос. Как вы сегодня, здесь и сейчас, отвечаете на вопрос «Кто вы?» Николай Николаевич Нечаев, профессор, доктор психологических наук, специалист в области возрастной педагогической психологии, психологии и педагогики непрерывного образования, автор теории формирования профессионального сознания, действительный член Российской академии образования, вице-президент Российского психологического общества, лауреат премии президента Российской Федерации в области образования. Психолог, профессия, она уже стала неким образом жизни. Иногда даже близкие от этого устают, потому что ты начинаешь разъяснять какую-то ситуацию любого бытового несогласия, да, так сказать, и показывать, что за ним стоит. И это мешает. Мешает? Это мешает, да. Это, я говорю, участвованные слова о разделении труда внутри современного общества рождает профессии, а вместе с ними профессиональный идиотизм. Вот увлеченность своей профессией спасает только одно, что это профессия для всех. Я всегда говорю, что маленький ребенок только появляется на свет и первым криком заявляет, что он психолог. Он еще этого не знает, но он уже управляет другими и все бегают, делая то, что нужно для него. Хотя он этого не осознает. То есть мы психологи все. Когда мне говорят, что психолог – это отдельная профессия, нет. Это образ жизни, образ мышления. Мы просто еще к этому призваны какими-то обязательствами, которые мы на себя берем. А так это можно считать, что это и не профессия, это хобби. А вот вы сказали, он управляет другими. Я понимаю, что это не научное определение психолога, но вам легко управлять другими людьми? Нет, конечно, нет. Но вы же знаете как. Извините, неловко это прозвучит для психолога. Чужая душа потемки. Поэтому мы только-только прикасаемся к этой очень тонкой сфере деятельности каждого человека. И поэтому это очень тяжело. А своя душа? Ну, своей немножко проще. Потому что, зная многие за собой вещи, которые не очень мы выставляем на показ, можно, в общем, микшировать, чуть-чуть убирать. Хотя мы люди, люди, люди. И когда ты предупредил, я всегда говорю, давно говорю о своей супруге, да, жене. Галя, я взорвусь, я взорвусь. Я предупреждаю, потому что я уже знаю, что я закипаю. Понимаете, так что... Очень знакомо. Нет, нет, нет. Поэтому немного можно, немного, но немного. Потому что то, что есть в нас, мы о себе знаем меньше всего. Когда мы говорим «чужая душа потемки», на самом деле своя тоже не очень знакома. Вспоминаю Толстого. Он говорил, подмечайся, что помнишь, что забываешь. Поэтому лучше узнаешь самого себя. Потому что мы не знаем о себе очень многих вещей. А вот, кстати, когда говорят об особом психологизме Толстого, вы согласны с этим? Он действительно тончайший психолог, можно так сказать? Вы знаете, вот последние годы я все больше и больше приближаюсь к пониманию, что критика в нашей профессиональной области такой житейской психологии, она во многом ошибочна. Потому что она действительно была права, когда пыталась скрыть сущностные какие-то характеристики нашей жизни. Но наша жизнь происходит не в виде сущностей, а в виде реальных людей с реальными проблемами, которые возникают. И в этом смысле житейская психология, которая представлена у Толстого, она глубока. Она глубже, чем у многих других. Потому что, между прочим, это известно, он все время занимался самоанализом. То есть и этот самоанализ он выкладывал и вкладывал, да, выкладывал на страницы и вкладывал в своих героев. Это же известно. А я вот как-то, знаете, когда последний раз перечитал Анну Каренину, я выдал такую фразу, которую безответственную, которая вам наверняка не понравится, но я все-таки дерзну ее произнести. Я сказал, что эта книга, может быть, важнее целого курса психологии. Вот нельзя так сказать? Нет, нет, нет. Потому что если вы начинаете думать о своей жизни и о том, как вы живете, то выясняется, что Толстой вам дал ориентиры. И через чтение этой книги вы начинаете находить в себе. Ведь что такое писательский труд художника шире? Это всегда показ нам самих себе. Он рисует себе, он не нам рисует. Ну, я не беру художников на арбате, сидящих, так сказать, и работающих на заказ. Но даже там они проецируют себя. В этом смысле, когда я сказал о душе, то в научном смысле слова, да, так сказать, аристотельском, да, душа – это высшее деятельное состояние тела. Вот почему несчастному Алаферну рубят голову, да, так сказать, и его гримаса. Вот она, душа его, плохая или хорошая. Сейчас не обсуждаем. Так вот, этот момент очень важен. Литература – это способы осознания нами самих себя. Поэтому не случайно, например, Библия – это книга книг. Это все знают. Почему? Потому что с возрастом ты начинаешь понимать, какие глубокие вещи ты в себе не замечал. И прочитывая, казалось бы, строки, которые ты, может быть, будучи ребенком, если, скажем, семья выцерклена в рамках закона Божьего, да, так сказать, изучают тексты, они пусты, потому что пусто содержание твое. И вот если это содержание уплотняется, то оно чем менее становится доступным. А тогда книга помогает это сделать. Есть большие вопросы, которые никакой психолог не ответит. Это многообразие религиозного опыта столь большое, что попытка его уложить в какую-то рамку довольно бессмысленна. Я знаю, что среди ваших предков есть не только выдающиеся ученые, но и люди, которые непосредственно связаны с церковным служением. И вот, в частности, Петр Матвеевич Черновский, он не только профессор богословия был, протеерей. Он декан нравственно-политического факультета, интересно, что такое было в университете. И он первый настоятель церкви Святой Татьяны университетской. Вы сейчас внимательно это изучаете. Почему для вас вот эта генеалогическая история стала такой важной? И когда она стала важной? Вы знаете, у меня много друзей, потому что я человек, так сказать, общительный. И совершенно неожиданно, значит, я давно знал от мамы своей, что мой дедушка был ректором Тверской семинарии. Но он умер в 19-м году от испанки. А его отец был профессором Московского университета. Ну, я это проверить не мог. Диченко искал, искал у него. И вдруг я нашел Григория Михайловича Диченко. Владимир Григорьевич, мой дед, которого, конечно, я никогда не мог знать, значит. И Григорий Михайлович Диченко стал копать. Выяснилось, что он сын этого человека. А Григорий Михайлович Диченко, оказывается, известный человек, его труды до сих пор сдаются. На этом мой поиск заканчивался. И вдруг совершенно неожиданно летом, мне исполнилось, неловко я скажу, 75 лет в январе. Никогда не скажешь. И летом было свободное время. Долги отдал студентам, долги отдал кафедре, значит, написал важную статью. И было нечем заняться. И я в сеть бросил. И мой друг по министерству с 90-х годов, так сказать, которому мы не поддержали никаких связей, слушал, говорит, Николай, а тебе нужно обратиться к воспоминаниям епископа Саввы. Значит, я там увидел, оказывается, Григорий Михайлович Диченко. Был сиротой в Витебске. И прибился тогда епископ Савва, был епископом Полоцким. Из Москвы его филарет послал. И вдруг в переписке Савва пишет, честь Григория Михайловича Пётр Алексеевич Смирнов. Значит, я... А кто такой Пётр Алексеевич Смирнов? Оказывается, это известный законноучитель, автор и учебники, которые по закону Божьему, так сказать, издаются до сих пор, и в семинаре их проходит. А почему для вас это важно? Вы знаете, вот стиль моих лекций, вот это, наверное, не самокритично прозвучит, но он такой, что я всё время вразумляю. Вот мне кажется, у меня нету какой-то особой манеры, но мне кажется, что вот те слушатели, которые сидят, они же говорят, понять, вы же свою жизнь живёте. Что же вы живёте-то её как, бог знает. И вот эта обращённость к аудитории, причём всегда личный модус такой. Потому что у меня одна знакомая, значит, хотела прийти на лекции, я разрешил, так сказать, закрытый был режим в университете, она пришла, послушала, она говорит, ты хорошо читаешь, но я ничего не записала. Понимаешь, значит, я говорю, ну, ты какие-то... О чём-то ты думала, так сказать, да? То есть моя задача как лектора не дать указания, как жить, а дать человеку возможность задуматься об этой жизни. Вот это как бы основная моя задача. А как иногда говорят, знаете, вот есть такая дискуссия, я помню, с своими коллегами обсуждал, всё-таки задача лектора заинтересовать или объяснить? Вот вы к какой склоняетесь? К первой или ко второй позиции? То есть пусть будет не первая, не вторая. Не первая, не вторая. Я пришёл дать правду. Вот я так скажу. У меня даже есть ощущение, что это какая-то миссия. Вот слишком высокие, может быть, слова, да? Но я вхожу аудиторию, первая лекция, я к ней готовлюсь неделю. Каждый раз? К первой лекции. Мне важно, чтобы они вдруг увидели, что к ним пришёл человек, который им нужен. Вот у меня задача в этом смысле заинтересовать, если прагматически говорить. Но ведь заинтересовать собою, я не более интересный в этом плане человек, а заинтересовать вот тем делом, которым я занимаюсь. Потому что мне в жизни просто повезло. Вот, Владимир Романович, не поверите, когда студентом я был, я настолько вовлечённый в общение, что я начинал подражать профессору, с которым я общаюсь. То есть невольно перенимал, так сказать, вот его маску. Мне даже жена говорит, что ты начал говорить с еврейским акцентом? Ну, то есть вот, потому что, ну, так получается, что я должен вжиться в эту ситуацию. И декан факультета положил на меня глаз, я был у неё помощником. После окончания университета я был рекомендован в аспирантуру. И он мне вызывает и говорит, Николай, зачем тебе аспирантура? Ты диссертацию сделаешь за два года. Значит, иди ко мне, младшим научным, чтобы было понятно, младшим научным, если бы, значит, студента пригласили доцентом. Ну вот, это в университете, я имею в виду МГУ, я там учился, значит, это было очень много. А я испугался, потому что у меня уже была моя научная стезя с моим учителем, я учитель здесь употребляю с большой буквы, Пётр Яшгальперин. Гальперин. Да, понимаете. И я бегу к нему, телефона у меня не было, жил в коммуналке, значит, прибегаю к нему домой, говорю, меня Алексей Николаевич сманивает. Алексей Николаевич Леонтьев, это известный психолог. То есть я говорю, всё, карьера, уже карьера готовая, да? Пётр Яшгальперин набирает телефон, говорит, Лёш, а мне впервые за многие годы пришёл стоящий парень, а ты у меня его сманиваешь. И Пётр Яшгальперин, мне наивная душа, говорит, всё, Коль, спокойно поступай. На следующий день, я помощник его, с документами, он мимо меня проходит, я имею в виду, декана факультета, и я для него перестал существовать. Понимаете? Я был рекомендован в целевую аспирантуру, все ставки были закрыты, чтобы я ушёл из университета. Вот, абсолютно. И поэтому я понимаю, что Алексей Николаевич выдающийся учёный, очень много сделал, у меня несколько статей о его творчестве, ну и так далее. Мы о нём обязательно поговорим ещё. Я в теме веры, вот ещё о чём хотел вас спросить. У меня, когда был Андрей Сергеевич Кончаловский в программе, он вспомнил слова Чехова о том, что между утверждением, что Бог есть и Бога нет, лежит огромное поле, которое с трудом проходит мудрец за свою жизнь, истинный мудрец. И вот для Кончаловского эта мысль очень важная, и он даже мне сказал, что неважно в какую сторону этот мудрец идёт, важен сам путь. Вот вы как бы этот образ прокомментировали? Насколько вам близко то, что говорили? Вы знаете, это некая базовая система ценностей для каждого поколения. Если посмотреть это в ретроспективе, ну, что такое ученик пути в буддизме? Это же путь! То есть важно не достижение, а путь, к которому ты идёшь, и по этому пути, грубо говоря, выжигать всё то, что тебе самому кажется ложным, и идти к истине. А истина – это ведь очень часто вера, потому что это тяжёлые вопросы вы задаёте, потому что с точки зрения моего мировоззрения, объективный мир, который осуществует, мы его не знаем, он нам только является. Поэтому известная картина Иванова «Явление Христа народу». Ведь на самом деле, если на неё посмотреть спокойно, условно, без каких-то ажитаций, да, то люди моются, стирают бельё там, ещё что-то, и вдруг вдалеке идёт какой-то человек, и все на него смотрят. Вот искусство художника, да, он откуда-то издалека идёт, и идёт к ним. Может быть, может, он повернёт где-то там, свернёт. Нет, но они понимают, что что-то такое произошло. За счёт чего? Наверное, потому что каждому что-то было нужно. Они же все жили какими-то ожиданиями, и вот оно, это явление произошло. Вот весь мир нам только является. Что он есть на самом деле, мы узнаём постепенно, ну и, в общем... Насколько возможно. Насколько возможно. Мне говорили часто священники, я встречался с такой позицией, что когда к священнику приходит человек с какими-то проблемами, то бывают ситуации, когда священник может сказать, вы знаете, вам не ко мне, а к психологу. А вот как вы думаете, в каких ситуациях психолог может сказать к пришедшему ему человеку, вы знаете, вам к священнику. Вот вы представляете такие ситуации? Я очень хорошо представляю. Понимаете, вот к психологу, здесь мы... Психологии несколько. Вот, грубо говоря, есть три психологии. Одна психология, как мы видим этот мир. Мир перед нами, но мы его не видим. Фокусировка наших глаз, зрительных осей возникает только на первом месяце жизни ребенка, да, так сказать, до этого он не выйдет. Но уже лицо он замечает, да, значит, уже что-то человек ему показался, явил себя, ну, в виде мамы, там, близких. И с этой точки зрения здесь чуть-чуть важно понимать, что есть большие вопросы, которые никакой психолог не ответит. Вот они, как, извини, может быть, не для эфира, конечные вопросы бытия. Вот они, как их же, на них как-то нужно же ответить. Не случайно лозунг, там, религию опиум для народа. Что это значит? Это заглуши в себе эти страсти, и вот тебе примочка, которая тебе поможет. Но это ложный тезис, потому что эти вопросы есть для каждого. И каждый с ними, мой любимый профессор, Петр Гайперин, любил повторять фразу, каждый умирает в одиночку. И в этом смысле психолог, который пытается помогать в этих вопросах бытия, не психолог. Понимаете? Не психолог. Потому что мне иногда жалко за мою профессию. Потому что, когда я вижу некую даму с таким колье на груди, с бюстом, который почти, значит, вываливается, и мне ее представляет. То есть психолог, который сейчас вам расскажет, почему это так, то мне обидно за мое наименование. Понимаете? Потому что резко упал уровень научного осмысления проблем. Мои профессора никогда бы не выступили на экране телевизора с советами, как жить. Понимаете? Это не задача психолога. А вот вы сказали, что Гайперин любил повторять, каждый умирает в одиночку. А как вы сейчас, вот эти слова, как у вас сейчас отзываются? Что сейчас это для вас значит, эта фраза? Я, к сожалению, часто ее повторяю. Потому что, ну, неловко это говорить, 75 это 75, и я понимаю, что мой путь конечен, как у всех других, а что останется после меня? Поэтому судорожно пытаюсь, извините за эти слова, судорожно наметить какие-то вещи, для того, чтобы другие могли что-то сделать с этим, потому что мне в жизни повезло. У меня были блестящие наставники, и я эту линию, в общем, продолжаю, стараюсь это делать. И с грустью вижу, что, к сожалению, вот эта мамона, которая душит очень многих, она душит и науку, особенно ту науку, которую я представляю. Я уже начал говорить, три психологии. Первая, это про то, что как мы начинаем в мире жить, вторая, как мы начинаем жить с другими, а третья, как мы начинаем жить с самими собой. Понимаете, вот эта третья психология, она еще на нуле. Понимаете, и в этом смысле священник церкви занимается этой психологией. Де-факто. Потому что к нему не идут за советом, так сказать, как построить отношения с соседями. Понимаете, хотя вероятно и это возможно, если священник в небольшом поселении, где он всех знает, и может, по-моему, вразумить, как говорили, слушайте, какие красивые слова, вразумить, понимаете. Раскрыть не рассудок, а разум, чтобы люди понимали, что им же жить с другими людьми и жить нужно по каким-то особым образом. Ну, это... Поэтому вот эти три психологии, они меня начинают преследовать. Каник Иванович, известный вам хорошо Уильям Джеймс в многообразии религиозного опыта писал следующее. Такая не совсем маленькая цитата, но с вашего позволения. Я могу, конечно, заставить себя вжиться в настроение ученого-сектанта и живо представить себе, что не существует ничего, кроме чувственного мира и признаваемых наукой законов и явлений природы. Но всякий раз, как я пытаюсь это сделать, я слышу, как внутренний руководитель шепчет мне «прочь отсюда!» заблуждение остается заблуждением, даже если оно называется наукой. И вся совокупность человеческого опыта непреодолимо влечет меня выйти за научные, он в кавычки берет, пределы. Да, реальный мир гораздо более сложен, чем это предполагает и допускает естествознание. Это вот в продолжение, это связано, коррелирует с тем, о чем вы сказали, что мы... Для меня очень неожиданно, что вы нашли Джемса. Джемс – это одна из моих настольных книг, но не это, а его учебники по психологии, которые бы переводились. И там есть эпилог, вот очень характерный. Он говорит, что психология – это пока еще не наука. В эпилоге он пишет. Туда должен прийти человек с глубоким пониманием ключевых вопросов знания, существования, бытия. Но мы пока еще не можем, это дело будущего. Вот очень советую этот эпилог. Это научная книжка, я могу... Но он основоположник, да, один из основоположников считается... Дело в том, что он хитрая фигура. Он хитрая фигура, ведь он считается американцами основателем прагматизма. То есть максимально утилитарного взгляда на мир, где нужно здесь и сейчас быстро ловить, так сказать, эти вещи. И он же глубокие раздумья о сути своего бытия, показывает, что многообразие религиозного опыта столь большое, что попытка его уложить в какую-то рамку довольно бессмысленна. Это просто безграничность человеческой жизни. Вот есть мыслители, которые пытаются это собрать. Ну, как им это удается сделать? Но все-таки для меня он остается ученым. И поэтому как ученый он много сделал для психологии. И относительно недавно многие коллеги видят... Я библиофил. И я люблю собирать старые книги. Ну, это хобби было студенческое, доцентское жизни. После этого книг стало столько, что... Выживать вас... поэтому я ограничился. И вдруг пришла электронная система. И я страшно радуюсь, потому что я читаю электронную книгу. Мысль возникает на фразе. Я тоже эту фразу вычеркиваю и тоже вписываю иногда целую страницу своих размышлений по поводу этой фразы. Потому что я ловлю то, что я уже сказал. Тексты других это слова обращенные ко мне. Они позволяют мне осознать. Моя последняя работа о новом подходе к языку и речевой деятельности. Знаете, о чем он говорит? Что в языке нет значений. Все значения не только в нас. Я так говорю, придумывая тюркскоязычные корни. Рядом сидит человек из Казахстана. Говорит, что вы сказали? Для нее эти звуки значимые. Для меня это набор звуков, которые имитируют язык. Что это значит? Я пробудил в ней ее смыслы. Все смыслы у каждого свои. Когда я был молодым доцентом, рисовали карикатуры слушателей. Доброжелательные карикатуры, но до головой всегда был нимб. Это помощь людям, это конкретная работа, и так далее. Во, это мое. Призвание? Наверное. Вы автор теории формирования профессионального сознания. А как вы определяете, что такое призвание? Профессиональное призвание? Как бы вы определили? Есть вообще такая реальность? Или это некое... Слово профессия замешано на очень многих разных корнях. Профитер объявляет своим делом. Первой профессией был преподаватель. Понимаете? Потому что он... Все мое ношу с собой. Ему не нужно никаких орудий. Все орудия в нем. И в этом плане профессиональное сознание это не узкая область деятельности. Понятно. это умение зарабатывать деньги на своей деятельности. В этом отличается профессия от специальности. Я простой пример. Таксист это профессия. Автолюбитель это хобби. Но и тот и другой могут водить скажем словами вполне профессионально. То есть они могут зарабатывать. Все-таки призвание. как бы вы вообще существует такая штука как призвание? Вот не поверите. На меня очень часто особенно когда я был молодым доцентом рисовали карикатуры слушателей. Доброжелательные карикатуры но до головой всегда был нимб. Наверное есть что-то в моей манере рассказа о своей жизни. Я рассказываю всегда о своей жизни. Что мышление это вот это. Восприятие это вот это. Личность это вот. Я о своей жизни говорю. но я говорю им. И они слышат себя. Уже я не буду повторяться. А раз слышат значит они задумываются об этом же. Значит мое призвание в этом плане дать другим то что чего я лишен. Ну условно был лишен. Я без отцовщина условно говоря трагическая практически можно говорить драматическая но трагическая судьба моей мамы которая 10 лет отсидела как член семьи изменника родины которая родила меня от кого-то тема отца никогда не поднималась в семье это было табуировано да так сказать закрытая тема так сказать но она вышла почему в июне 46 потому что в 44 был издан указ об освобождении с мест заключения беременных женщин и кормящих матерей то есть она родила меня как способ выйти из лагеря под Акмолинска так называемого Алжира Акмолинский лагерь жен изменников родины понимаете вот эта семья со своими традициями может быть я этим и призван ей было 42 года когда она меня родила то есть даже подний возраст для этого я родился очень болезненным ребенком недоношенным мама говорила 2,3 килограмма как я выжив в тех условиях а моя общительность она связана с тем что вокруг меня наверное было десятки женщин лишенных материнства которые со мной явно там пытались ухаживать помогая ей она не в одной комнатке жила да так сказать а в бараке то есть вот эти моменты наверное и призвали меня быть для других это призвание в этом смысле это призвание о чем бы я ни говорил я всегда пытаюсь рассказать как это лучше делать жена часто ругается потому что ну не вмешиваясь в это я говорю ну здесь же вот так лучше же вот так получится ну это уже детали а как вот все-таки человеку понять что вот это его призвание есть какие-то критерии есть есть безусловно есть я поступил на философский факультет вероятно какие-то были в жизни раздумья о мире да философы обычно идет люди хотя я неплохо пел и работал электроком в театре видел как молодые актеры растут и у меня даже были мысли на этот счет но судьба на выпускном выпускные 10 класса после первого экзамена который я успешно сдал у меня острый аппендицит операция под наркозом я из него какое-то время выходил сессию свою ну вот эти генетикационные процедуры ко мне приезжали учителя я закрыл я был отличником так что у меня все в порядке там было но уже было ощущение что конечно в МГУ на философский факультет и когда я туда начал поступать я увидел что там несколько отделений отделений психологии основной экзамен профильный математика математика это не мое у меня я отличник у меня сдать математику на университетском уровне нет и вдруг подходит новое отделение открывается отделение научного коммунизма отделение научного коммунизма дама которая потом я ее видел на факультете она у нас не читала курсы она сказала это помощь людям это конкретная работа вот так далее вот это мое призвание наверное звоночек то есть у человека должно вот откликнуться таким образом что у него не останется сомнений да звоночек это мое и экзамены все мои это сочинение история то есть звонок и это получается я сдал экзамены сдал не очень хорошо я подчеркиваю мне поставили тройку за сочинение я допустил одну стилистическую ошибку ну это МГУ своя система ну да наша не наша да я иногородний это значит общежитие ну в общем масса каких-то но меня я сдал блестящую историю и сдал блестящие значит усны меня зачислили и я попал на факультет первые лекции академик Митин читает да который перепутал платок с тряпкой вы это рассказывали понимаете носовой платок это было ужас какой-то актовые лекции раньше был же это событие да так сказать а он что он носовым платком он перепутал тряпку которая лежала и носовой платок и он видно ему нужен срочный платок он достал взял тряпку и начал вытираться им потом понял положил значит взял носовой платок но он уже был весь в милу и потом появился Гальперин и это было другая совершенно спокойно без всяких проблем с юмором причем мы сразу его оценили за что потому что ему старшие товарищи приносили стакан чая сладкого он все время покашлял у него была амфизема и он все время ну не желез но мы его слушали вот и вот он год нам прочитал лекции мы закончили этот курс без всяких проблем а на втором курсе началось вообще что-то страшное потому что извините это 64-й год а в 65-м году произошел так называемый октябрьский переворот Хрущев ушел пришел в Брежнев и на философском факультете начались проработки борьба с инакомыслием как бы мы сейчас сказали вышибали студентов которые какие-то не те связи завязывали вне факультета и на первом семестре второго года я понял что мне надо отсюда уходить и вдруг я узнал что вот ребята переходят на психологическое отделение и я рванул вместе с ними вот ну это подробно я пошел в психологию Александр Иванович Лурия блестящая фигура он нам читает лекции по общему курсу и для меня очевидно чтобы понять психику надо понять мозг и первая моя курсовая работа третьего курса это различие в нарушениях памяти между височными и затылочными опухолями головомозгия я вот молодой парень хотя бы название надо осознать в институте значит это страшное дело да значит нейрохирургии лаборатория Александра Амановича нейропсихолога известного основателя этой науки я я еще без бороды в белом халате и прохожу тесты с больными чтобы получить данные что эти если эти путают вспоминая вот это а эти путают хорошую курсовую написал и я прихожу а он на меня смотрит как на последнюю надежду это Бурденко туда приезжали со всего союза неоперабельные в основном больные и он понимает где он находится я для него соломинка тяжело вам было это воспринимать я понял что это не мое я понял что не здесь психология да их надо лечить надо им помогать но начались метания и дальше мне повезло ну это опять какая-то моя биография мне не очень у Лотмана есть такая мысль он называет это техникой и культурой может помните где-то в лекциях он говорит что вот когда появляется некий способ коммуникации технически новый который призван коммуникацию сделать проще он на самом деле всегда сначала отбрасывает назад вот появился телефон мы к нему не привыкли мы не очень понимаем что это значит сейчас вот мы дорисовываем смайлики чтобы было понятно что значит фраза и Лотман говорит что техника должна стать культурой то есть я так понимаю вот о человечестве вы об этом писали применительно к творчеству да вот и у меня впечатление такое если использовать термин Лотмана что вот техника настолько быстро и продвинуто сегодня развивается что она мы не успеваем ее сделать культурой что вот нет ли в этом такой опасности вот что вы по этому поводу думаете есть такая может это психологическая важный вопрос задаете я о нем много размышляю проблема заключается в том что мы разделены в человечестве те люди которые придумывают новые гаджеты они продвинутые это мы не продвинутые мой внук быстрее моей жены работает с этим телефоном для него не проблема для него это культура для нее это еще техника понимаете значит здесь всегда нужно видеть что если кто-то это сказал значит у человечества на переднем крае с этим человеком находится а все остальные где-то к сожалению позади и очень нужно быстро подтягиваться а опасности здесь нет никаких есть конечно первый слой это то что те кто осваивает быстро это отрывается вперед от тех кто еще не дошел значит получается разрыв поколений он де-факто появляется и мы это видим современные подростки сколько извините в литературе показывают что мы не понимаем чем они живут а мы хотели понять вот одна из задач психологии меняй свое понимание не считай что твое понимание это окончательное бесповоротное это очень тяжело потому что это нужно вспоминаю сочинение юноши о выборе профессии Маркса замечательное произведение он говорит есть связи которые нельзя разорвать не разорвав своего сердца понимаете вот это же есть момент который значим для ну он там уже он туда уходит люди сидят в телефонах ну как же это было посмотрите шутка была в 90-е годы свадьба прошла тихо в кафе работал вай-фай понимаете вот это это же про это но это же не значит что он вне мира только мир за ним в этом маленьком окошечке есть его мир и психолог должен изучать а с кем он там контактирует кого он там находит не случайно целый ряд преступлений совершается на этой почте потому что он находит там то что он находит здесь кто виноват он или те кто здесь значит они не дали ему это возможно что он сам его отложит этот телефон значит что-то мы не умеем делать не с телефоном сижу на международной конференции люди молчат наблюдая что они оказывается переписываются вот он отправляет сообщение ему удобно это быстрее делать у Маргарет Митт кстати очень хорошо описано есть профигуративная постфигуративная и фигуративная культура а как это как это по-русски а по-русски это означает что сначала родители учат детей потом они учатся вместе а потом дети учат родителей понимаете то есть детям проще с точки зрения постфигуративной культуры это значит они обладевают раньше теми вещами которые для человечества будет жить в их времени а мы отстаем это трагедия часто трагедия разрыв это тяжело как его преодолеть как что-то здесь должно быть понимаете учиться учиться и еще раз учиться мы этот лозунг встречали в школах в свое время да так сказать а что это значит учиться это значит преодолевать самого себя вот этот момент это очень если я вижу что вы смотрели какие-то мои работы значит творчество это самопреодоление машинистки никак не соглашались с этим термином всегда писали самоопределение понимаете а я всегда говорил что это ошибка самопреодоление изменить самого себя сделать нечто над собой понять что ты ограничен ну естественно это возможности я не буду думать что картошку можно чистить по другому вполне достаточно съесть ее в мундире там тоже полезно понимаете то есть вот я бы хотел сказать что это в твоей профессии это обязано если ты хочешь быть профессионалом не в смысле заработка а в смысле отношения у меня книжка есть профессионализм как основа профессиональной мобильности довольно странное название профессиональной мобильности требующее осмысления я бы сказал да а осмысление профессионализм это умение самого себя менять то есть создавать условия при которых ты будешь другим ребенок делает отца мужчиной. Опираться можно только на то, что сопротивляется. Я запомню эту фразу на всю жизнь. Это самая тяжелая для меня тема. Правда? Я жутко нетерпелив. Жутко. Холерик по темпераменту. У меня три года программе. У нас где-то, наверное, в районе 200 программ было записано. Практически все. Гости говорят две вещи. Что для их профессии, а профессии самые разные, терпение – это ключевая характеристика. И практически все признаются в том, что терпения не хватает. Вот как это осмыслить? Нам не хватает самого главного? Мне повезло. Я буквально неделю назад осознал очень интересную вещь. Хирург это воспоминание прям. Не хочет оперировать своих родственников. Потому что это близкие люди. И учитель не хочет учить своих детей. Одно и то же явление. А причины совершенно разные. Один врач милосердия, клятва Гиппократа, он тем более не может приносить боль кому? Самым близким людям. Поэтому он просит своих людей, потому что для хирурга его пациент – это объект. А у учителя это значит, что это бездушный учитель. Но своих он любит, поэтому не хочет их учить. Посмотрите, явление одно и то же, а сущность разная. Потому что одна свидетельствует о том, что это настоящий врач. Он оперирует, он понимает, что он режет тело. Но он понимает, что это… если он будет туда примешивать свои чувства, он тем самым сделает плохо. Он должен отстроиться от этого. А учитель понимает, что он любит своих детей, он не хочет их учить, потому что он не хочет их болванить. Понимаете? А это разве разное? Почему? И там, и там же не хочет вред принести. Это же не одно и то же получается. Но учитель-то должен быть сочувствующим своим ученикам. А он понимает, что он нет. Понятно. Понимаете? Что для него ученик – объект. А он-то должен находиться в субъективной позиции. Врач по необходимости должен находиться в объективной. А учитель по необходимости должен находиться в субъективной. Поэтому не случайно так полыхнуло в 90-е годы педагогика сотрудничества. Мы вдруг вспомнили, что надо с ними сотрудничать, что оказывается, что они наши сотоварищи по общему делу становления. Есть такое понятие в психологии зона ближайшего развития. Основное внимание психологов – тем, кто попадает в эту ситуацию. Ребенок. Он находится в зоне ближайшего развития. Я говорю, а родители, они разве не в этой зоне? Они же тоже развиваются. Греческая поговорка, да? Ребенок делает отца мужчиной. Странная поговорка. Да? Если он участвовал в рождении, этот ребенок, значит, он уже был мужчина. Он мужчина там в биологическом смысле. А вот чтобы стать мужчиной с большой буквы, то есть защитником, опорой, основой, значит, только став отцом, он может стать мужчиной. А вы на себе ощущали справедливость этой поговорки? Конечно. Конечно. Потому что ребенок, даже вот на последние месяцы беременности, еще не ребенок. Это понимание, да, что вот он родится и так далее, можно готовиться. Я, например, хотел, чтобы была девочка. Тогда не было УЗИ, которое давало возможность узнать заранее довольно плохое занятие. Некоторые женщины идут на аборт, потому что не тот, кого они ждут. Это страшные дела с точки зрения человеческой морали. Ну, всего того. Но я не буду сюда входить. Это мои какие-то представления. Так вот, но когда он родился, ты берешь этот кулек, понимаете, и ты понимаешь, что это... Ты уже другой. Вот этот акт. Вот это очень важно понять, так сказать. И это страшное дело. Я знаю, что священники очень часто помогают женщинам осознать, чтобы выносить ребенка это одно, а стать матерью это совсем другое. и очень многие готовы выносить, но не готовы стать матерью. Стать матерью. А вот вы сказали про терпение, ну, примитивное к себе, и у меня вот какой вопрос. А то, что вы профессионал, вам как-то вот на вашем личном терпении, но вы все-таки благодаря профессии вы стали терпеливее, терпимее, или это не связано? Владимир Владимирович, ну, это уже, извините, профессиональная деформация, я тоже хочу вас поправить. Я же специально подчеркнул, что профессия это не способ деятельности. Профессия это отношение к тому, что ты делаешь. Понятно. Профессионал это тот, кто пытается изгнать из себя способ старый, сделать другой, новый, да. И в этом плане основные проблемы личностного нетерпения, да, для меня связаны с тем, что в силу ряда обстоятельств я вижу поле чуть шире. Понятно. Глубже. Мне уже понятны последствия. Вы можете сказать, что вы себя хорошо знаете? Нет. Я себя плохо знаю. Понимаете, я себя хорошо знаю в профессиональной области, в области психологии. Меня из-за этого очень многие мои коллеги не любят, я это знаю. Потому что я, извините, раздеваю пену, которая набивается, исходя из разных текстов, понимаете, я сразу вижу, что это плохо. И поэтому показываю, это очень не нравится многим, потому что многие идут по поверхности этих слов, которые остаются, а смыслы теряются. Вот это профессия. А все остальное это другие. Пусть судят, какой он был замечательный человек или какая же он был сволочь. Очень хороший пример жизненный. Артур Владимирович Петровский. известный психолог, много сделавший для меня в моей жизни во времена еще кандидатской диссертации, потому что мой первый оппонент был настроен против меня за три дня до защиты. Я защищался по старым правилам. По старым правилам на автореферат оппонент должен был дать положить на отзыв, только когда его печатали. Значит, ему работа страшно понравилась. Но в промежуток, месяц, да, печатание рефератора, рассылка, ожидание дня защиты, мои коллеги, кавычки ставлю, показали одну мою публикацию, где я критиковал его работу. И он очень расстроился. И он, у меня не было телефона, позвонил моему учителю, Петру Яковлевичу, говорит, я не могу дать положительный отзыв. Петру Яковлевичу, человек компромисса, Коля снимает защиты. Была такая возможность, я говорю, не буду, для меня все ясно, в моей работе все ясно. И защита шла, четыре часа шла защита. Первый оппонент, который высказал, после разгромного отзыва, публика, все знали, что будет скандал. Это Коля Нечаев был известной фигурой, так вот, сидели на окнах даже. Он меня размазывал в первом выступлении полностью, для публики. Выступаю я, и я размазывал его, но без слов, а по тексту. Значит, публика аплодирует, ей понравилось. Он жутко возмущен, выступает второй раз. Я опять это делаю. Он выступает третий раз. Я опять это делаю. Он скакивает, когда там протокольные вопросы выдавлены ответом. Он говорит, конечно нет, я не хочу здесь присутствовать, хлопнул в дверь и ушел. Артур Владимирович Петровский, человек, которого я стал заместителем у него правой рукой на кафедре, после уже всех событий. Делал докторскую диссертацию и все время что-то скрипеть начало. Я правая рука, но делаю совсем не то, что он считает нужным. Потому что он считает нужным, а я считаю, что это несправедливо. И это нехорошо. И мягко, не мягко, но расшлись. Умирает Петр Ильич Гальперин, 88 год. Я ушел с кафедры. Успешно. Все говорят, что он сделал карьеру замдиректора Большого института. Но с кафедры ушел. Он подходит ко мне. Прошло полгода, как я ушел с кафедры, выступая на панихиде, он подходит ко мне после этого и говорит, Николай, я хочу перед вами извиниться. Я говорю, Артур Владимирович, за что? У нас же не было скандала. Просто надо было уйти. И я ушел. Он говорит, опираться можно только на то, что сопротивляется. Я запомню эту фразу на всю жизнь. И мы стали друзьями. И моя карьера академическая связана во многое с ним, потому что указом Ельцина он был назначен президентом-организатором Российской Академии Образования. А правой рукой у него стал Нечаев, который в Академии... На который он смог опереться, потому что сопротивлялся. И он даже говорил мне, Николай, ко мне приходит, говорит, что вы не окопаете, вы не окопаете, чтобы стать будущим президентом. Я понимаю так, пришел подлец. Для него это была лакмусовая бумажка. Человек, который на меня... Он знал, что нет. Вот это и есть то, что вы спросили. Честность перед самим собой. Я могу ошибаться. Наверное. Скорее всего. Может быть. Мне иногда мешает, что там есть человек. Значит, возможности быть отличником были. Желания быть отличником не было. Вы признавались, что на первом курсе университета в общем похулиганивали. Да. И когда одногруппники были не готовы, они говорили, Коль, сорви семинар. И вы задавали какие-то вопросы. Ну, часто вы приводили пример, а что там у Маркса? Преподаватель не мог никак ударить, так сказать, не защитить Маркса и так далее. А вот когда вы стали преподавателем, вы понимали, что сейчас студент... Вот вы попадали в похожие ситуации, когда студент пытался каким-то вопросом прикрыть группу, которая не готова. И если да, то как вы к этому относились? Вы знаете, вероятно... Я ведь очень рано начал преподавать. с четвертого курса. И вот этот опыт... Четвертый курс. Четвертый курс. Я узнаю через два года... А ты знаешь, как мы тебя звали? Змей. Понимаете, не змея, а змей. Вот мне кажется, в этом звучит что-то такое очень важное, что он видит. Я очень часто использую слова из Маугли. Помните? Кааа. Подойдите ко мне. Вы слышите меня, бандерлоги? Мы слышим тебя. Понимаете, 30 человек это аудитория, которую я удерживаю. Не пытались у вас таким образом, каким вы так сказать, срывали... Ну, условно срывали, конечно, да? Но защищали? Не пытались так вот как-то вас увезти куда-то, чтобы вы поговорили. Дело в том, что метод Сократа, он как бы и мой метод. Любой вопрос, который мне обращается, я вижу его несколько слоев. И один из слоев это, ну, непонимание, неучет каких-то обстоятельств, некая интрижка, что-то за этим стоит. Подколоть, обидеть. Да. И как преподаватель я это разгадываю очень быстро. И поэтому я всегда стараюсь обратить этот вопрос к самому вопрошающему. Понимаете? Это опять моя вот эта система последнего времени. Да? Этот вопрос не мне. Этот вопрос к себе. Ну, давай с тобой разберем. Понимаете? И тогда как бы дискуссия очень легко завязывается на моих семинарах. Я лечу себя надеждой. Хотя по отзывам это вроде подтверждается каким-то независимым экспертами. Я всегда сплачиваю группу. Вот сейчас пандемия, да, и я читаю лекции в онлайн формате, да, так сказать, и многие возможности. Тяжело это? Неприятно? Мне, ну, я опять похвастаюсь. Давайте. В Уральском федеральном университете, имя Ельцин, сейчас он носит это название, до сих пор в качестве образца чтения лекции приводит запись моей старой лекции, которую я когда-то там прочитал. Я читал камеры, понимаете? Никого не было, ни аудитории. Я читал там, знаете, как родина-мать, да? А чем ты помог фронту? Я читал вот тому человеку, который там стоит и рассказывал ему, ты понимаешь, что ты жизнь свою гробишь? Ты понимаешь, что ты уходишь? Понимаете, тогда... Но вы чувствуете человека, вот когда вы с камерой общаетесь, вы там видите человека, да? Это же... Мне иногда мешает, что там есть человек. Потому что... Вот терраса. Я тому, который за камерой, не оператору, естественно, а тому, который там за экраном будет смотреть. Я ему говорю, птицы, покайтесь. Помните 12 стульев, да, отец Федор? Да, да, да. Понимаете, мне жена шутку так всегда говорит, ну, опять ты, значит, птицы, покайтесь. Я все время жду покаяния. Мне кажется, что люди забывают о том, что они себя должны беречь, как человека. В каждом это есть. И вот этот момент личностного отношения к своей собственной жизни, я, собственно, и рафинирую в своих лекциях. Я поэтому и зажигаюсь так иногда до срыва голоса. Потому что вот, ну, как же ты не понимаешь, что ты гробишь свою жизнь? А я имею в виду, что ты теряешь возможность стать человеком. Ты станешь еще одним, которых много. Ты уйдешь из этой жизни, так и не узнав про эту жизнь. То, что ты мог узнать, и наука психологии открывает эту возможность, даже не будучи еще наукой в собственном смысле слова. Николай Николаевич, а вот вы понимаете, что я не могу вас не спросить про такую штуку, как психоанализ, но я вот хочу какой сделать заход, как журналисты говорят. У Владимира Васильевича Вейдли, нашего историка замечательного, есть такая фраза в одной из работ «Психоанализ бессилен против братьев Карамазовых Достоевского». Вот я понимаю всю, так сказать, вырванность из контекста. Нет, нет, нет. Я Вейера читал. Как бы вы прокомментировали это, если оттолкнуться от этой фразы? Очень просто. И я согласен здесь с Достоевским. Почему? Фрейд, это еще и задача заработать деньги. Ведь он не хотел быть врачом. Это его отец заставил. Причем у него жестокий отец был. Так сказать, есть даже такие наблюдения, что он его когда-то очень больно ударил в челюсть и рак челюсти, который у Фрейда возник на определенной стаде его жизни. Это детская травма, которая там была в свое время нанесена. Пуританское общество, табуированные темы. Кажется, запретный плод, он очень сладок для многих. И если ты рафинируешь это все вместе, то очень много в понимании Фрейда правильного в книжке типа толкования сновидений. Попытки понять, почему тебе снится то, что ты не можешь продумать днем. Значит, ты сам себя закрываешь от самого себя. И в этом смысле психоанализ нужна в коренном обновлении. Вот все, что считается психоанализом на бытовом уровне, то есть это вопросы секса, вопросы зажима в половых отношениях и так далее, и так далее, это вот такая часть психоанализа по большому счету. Не по тому, который есть. Но самая монетизированная. Да, конечно. Конечно. На самом деле, братья Карамазовы, ты подмечай самого себя. Почему? Мы же не знаем себя. Вот, извините, передача выйдет эфир, я буду смотреть и буду говорить, зачем же я это сказал? А для чего же я это сделал? Понимаете? Но я же это делаю, потому что я сейчас искренен перед вами. Я это хочу сказать. Мне очень важно это сказать. Я могу ошибаться, да, конечно. Но психоанализ это то, что мы не знаем о себе, потому что наша жизнь гораздо богаче, чем того, что мы о себе знаем. Вот, извините, я в этом кресте сижу первый раз. Чем оно отличается от тысячи других? Ну, оно другое. Уникальность нашей жизни заключается в том, что каждый момент жизни мы впитываем в себя жизнь. И вот эта система здесь, я ушел от мозга, не случайно, потому что это ничего не объяснит, как не объяснит цифровые импульсы, идущие, так сказать, в компьютере, что там на экране. Это не когда у меня... На экране есть моя жизнь. Это средство, которое показывает мне мою жизнь. Значит, и это орудие моей жизни. Оно орудие, орган, столь же важен, как и почки, как и печень, ну и дальше по перечислению. А моя жизнь здесь. И это специфика психологической жизни. Психология это всегда то, чего нет. То ли потому, что оно ушло, то ли потому, что оно будет. Вот где психология. А в том, что есть этот момент, ну, как летящая стрела, извините, опори Зенона, да? Она летит или не летит? Каждый кадр показывает, что она не летит. Ну, она же летит. Летит, да. Понимаете? Значит, вот этот момент недавно научно-полярной передачи смотрел квантовый компьютер. Ученые МГУ разработали квантовый компьютер первой серии. И парень объясняет, вот электроник, посмотрите, вот он здесь на одной орбите и здесь на одной орбите. Он все время находится и тут, и там. Ну, это же бред для сознания. Но только не для опори Зенона. Потому что оно именно так и есть. Оно двигается, потому что все время находится в каком-то другом месте. Вот этот момент, извините, странный для ваших зрителей, может быть, сюжет, вы его осчеркните. Смысл заключается в том, что мы всегда живем в перспективе и ретроспективе. И наша жизнь все время про это. И психоанализ, возвращаю, это наша ретроспектива. Как мы живем, то и у тебя в анамнезе. Понимаете? А вот был такой замечательный философ, богослов Сергей Сергеевич Харужий. Занимался тем, традицией сихазма восточно-христианской. И мы когда-то с ним делали интервью, которое мы назвали так, по-журналистски, о психоанализе за полторы тысячи лет до Фрейда. Он сказал, что если взять традицию христианской аскетики, этих монахов, которые жили в монастырях и отшельников, то, конечно, они тогда в каком-то смысле предвосхитили то, что потом Фрейд как бы откроет. И проблема только в том, что, понятно, у них цели другие были. Они были христиане, они искали Бога. И они это выразили на языке, который наукой европейской не мог быть воспринят. Демонология, то есть не было переведено. В философии эту проблему пытался решить Киреевский. Иван Киреевский наш замечательный философ. Он говорил о том, что надо вот этот опыт святоотеческий перевести на язык современной науки. А вот в психологии известно ли вам, есть ли такая потребность обратиться к опыту мистиков, в том числе, может быть, в первую очередь христианских мистиков, которые, ну, по мнению вот в частности Хоружия, безусловно, имели ту практику, которая, если бы была осмыслена, то она бы много-много дала бы. Понимаете, проблема же не в звуках, а проблема в понятиях. И если у меня нет этого понимания, то какой бы перевод мне не был дан, я все равно не пойму. И я буду понимать на том слое, на котором они мыслили в свое время. Потому что понимание должно быть другое. Вот уже употреблял, я часто ее цитирую, Аристотель в этом смысле, трактах-то его о душе. Да, значит, душа – это высшее деятельное состояние тела. Но эти высшие деятельные состояния – это часто молчание. Вот я всегда привожу пример стойка у охотничьей собаки, которая ищет добычу для хозяина. Если она ее замирает, она же замирает. Понимаете, вот это ее высшее деятельное состояние, у японцев есть такое выражение состояния самадхи. Понимаете, то есть, когда ты выключаешь себя, и тогда ты действуешь так, как действует противник, он тебя хочет ударить, подтянись, и тогда оно упадет. Предвидеть на шаг его движение. Скорость реакции, мы говорим, у него блестящая скорость реакции. Да у него не скорость реакции, а ум хороший. Он предвидит, где окажется твоя рука, когда ты будешь делать это. И через это предвидеть, а ты не предвидишь, получай нокаут. Понимаете, вот этот момент же очень важен. Мне кажется, очень много замусорено бытовым взглядом на психоанализ. Это сокровенные, чего же там сокровенного, если я люблю эту женщину? Но это же самое сокровенное. Ты чуть вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала. Так что это? И в мыслях молвил, вот он. Я сейчас дозирую письмо Татьяны из Пушкина. Понимаете? Потому что что это такое? Было ожидание, гормональный фон, все остальное, вдруг вошел. Это он. Откуда мы знаем это? Психоанализ это раскроет? Нет. Но он же должен раскрыть. Он должен раскрыть, потому что значит есть паттерны мужских лиц, мужского поведения, они же впитываются где? В детском саду, в школе начальной, средней, подростковом возрасте. Николай Иванович, хочется же, чтобы в любви был какой-то элемент тайны, а вы как-то сейчас ее уничтожаете, эту тайну. Наоборот, я показываю, какая же тайна стоит за любовью. Это тайна всей твоей прожитой жизни. Ты увидел, да, это твое. Ты мог ошибаться? Мог, конечно. Потому что это твое могло касаться только внешности, а могло касаться сущности. в каком-то движении рук ты почувствовал, что это человек, который готов жить всю жизнь, лишь бы она была рядом. Мы себя знаем плохо. Наше понимание жизни, это не наше знание. Наше знание, это слова о нашем понимании. Но они находятся вот такой дистанции. Тайна заключается в том, как тебя сделала жизнь таким. Это же очень, извините, личное воспоминание. Я был в школе троечников. Мама мне сказала, Коль, ну ты же умный парень. Действительно, во всем критериям вроде так начитаны и так далее. Но она мне часто ругала. Вот у вас разложены книги, у меня все время так мама меня за это ругала. Я читаю эту книгу, переборачиваю ее вот таким образом, лицом вниз, это ужасно для книг. Беру вторую, третью, так у меня несколько книг, которые я одновременно читал. Вот такая манера была. И она мне говорит, ты можешь учиться хорошо, давай договоримся. Если ты кончишь без троек, я тебе подарю часы. Ну это примерно как четырехъядерный процессор школьнику обещает. Часы. Ну, я заканчиваю первую четверть, у меня опять троек. Что ж такое-то? И она мне говорит, вот я сейчас прослежусь, честное слово. Она мне говорит, да, ты не выполнил свое обещание, а я свое выполнил. И дает мне часы. Ну, из этого же можно разные вещи сделать. потрясающееся. И начался катарсис. Я заплакал. Я сейчас вспоминаю, у меня навертываются слова, я себя удерживаю, да, я заплакал. Мамы, у меня никогда не будет больше троек. Я словом отличником, ну и так далее. Понимаете, значит, возможности быть отличником были, желания быть отличником не было. Не было. Понимаете, значит, вот... Но мама, конечно, золотая. Она... Я не уверен, что она прочитала какую-то книжку. Понимаете, что вероятно, из этого же сюжета можно... Ну и хорошо, надули, да, дали, все. Но получилось так, что для меня вот это было очень желаемо, но я понимал, что я его лишаюсь своими результатами, а выяснилось, что нет. И это изменило позицию по отношению к школе. Ну, мама есть мама. Я ни разу не объявлял, не объяснялся ей в любви. Это тот человек, без которого я не могу. Взглядом можно объяснить значительно больше, чем словами. А слова могут быть ужасно лукавыми. Я знаю, что ваши дети становились героями ваших лекций. Вот они росли, вы наблюдали. То есть вы смотрели на них не только как отец, но и как ученый. А это никогда не входило в конфликт. Вам не хотелось поставить какой-то эксперимент как ученому, которому отец сказал стоп, Николай Николаевич, этого мы делать не будем. Или вы просто наблюдали? Хороший поворот темы. Дело в том, что дети у меня появились в 75-м году, а лектором я стал начиная с 70-го. Уже в 70-е я читал уже лекции. Причем так повернулась судьба, что я читал лекции не студентам. Я у студентов начал в 68-м, 69-м, 70-м. А после аспирантуры 71-й, 72-й, да, я попал в систему повышения квалификации. Я работал не со студентами, а со слушателями. Доценты, профессора, ну и так далее. Значит, и когда я рассказывал какие-то темы, связанные с воспитанием, проблематикой воспитания, мне были упреки. А у вас есть собственные дети? Я говорю, ну, все впереди еще. Но это ничего не может изменить. И вот они появились. Это все-таки дети. Нет, не лабораторный материал. Это все-таки дети. И как дети у меня свои представления, каким должен быть ребенок. И, вероятно, дочь иногда вот проскакивает в ее воспитаниях. Она очень популярный блогер, хотя живет сейчас не в нашей стране. Значит, но ее читают очень много русскоязычных, как мы говорим, живущих там и русскоязычных живущих здесь. И не проскакивает некоторые обиды на меня, так сказать, потому что, например, она как старшая что-то делала не так по отношению к младшему. И я добивался, добивался просто, это жесток, я могу, может быть, сожалеть об этом, чтобы она понимала, что она делала неправильно, что нельзя обижать близких, что нужно вот... И вот эти моральные отношения меня всегда заботили. А школьные проблемы, как учить, я знал, что, скажем, будет плохо идти с письмом, если я не научу. У меня была диссертация сделана одним из аспирантов по обучению навыкам письма. И я с детьми до поступления в школу эти навыки у них делал. В игре, на пляже, показывал, как-то, я делал задания и так далее. счет там математики вводили раньше, чем это было нужно. Только в плане учения. А историю с часами как прием уже вы никогда не использовали сознательно? Ну, как бы, договоренность, ребенок не выполнил, а вы сказали, а я вот... Знаете, есть жизненный урок очень наглядный, хотя он поздний. Дочь уже взрослая, работает, охотя еще училась, работает каким-то менеджером в фирме, организовывала какой-то корпоративный что-то, встречу какую-то в ресторане. Это уже постфактум, я говорю. И увидела там молодого человека, который ей очень понравился. Но мы этого ничего не знали. А картинка следующая. Она вечером собирается с вещами и куда-то уходит. Куда? Я к Гарри. Я говорю, а кто такой Гарри? Я познакомился, это очень хороший молодой человек, мы договорились с ним сегодня встретиться. С вещами причем. На вынос, можно говорить. На ночь. Я говорю, я не пущу. А действительно, я отец, куда? Как? Кто такой Гарри, в конце концов? слезы, истерика, но я не пустил. На утро я пошел на работу, дочь собрала вещи и ушла. И через полгода нам позвонила, жене она звонила раньше, она вышла замуж за молодого человека. Прожили года четыре, потом разошлись в силу ряда обстоятельств, без конфликта, они остались друзьями. Но я вот, я понимаю, что я сделал шаг, как отец, который не знал, как отпустить дочь. Понимаете? Ну, я не мог ее отпустить. Может быть, нужно было бы с ней поехать. Давай я вместе с тобой. Познакомиться. Эта мысль не пришла в голову, я сказал нет. Но она же взрослый человек. На утро она ушла. Через какое-то время она вернулась. Да, через полгода пригласил к себе, познакомил и так далее. Затем они расписались. По-человечески, как говорят. Я до сих пор помню это. Я был психологом или отцом? Нет, конечно. Я был отцом, который не продумал, не просчитал и так далее. Вы обвиняете себя? Да, в этом плане да. Потому что, может быть, было бы по-другому все. А может, ну, разве это неестественно, вы можете быть трижды психологом, но когда надо действовать как отец, вы действуете как отец. Но отец мог бы быть разумнее. Я был не очень разумным. А тогда скажите, пожалуйста, вот этот знаменитый... Я не говорю, что я как психолог плохо поступил. Я сейчас рассказываю вам, я подумал, что я мог бы так поступить. Но тогда у меня этой мысли не было. А вот этот подростковый период, когда ребенок начинает, так сказать, бунтовать, как там говорят, ну и так далее. Вот здесь то, что вы психолог, это как-то помогло пройти его более гладко, чем это бывает? Вы знаете, в семье всегда было большое доверие к тому, что делают дети. Понимаете, вот этот момент очень важен. Мы никогда не влезали в их... Я же сказал, что я помогал в школе до школы. Да, да. А в школе я уже не помогал, потому что меня не интересовало, как они учатся. Ну, учатся, ну как, что там, нормально, нормально. Дочь кончила с медалью в школу, сын без медали, но это никак не повлияло на его умственное развитие. Безусловно, да. Понимаете, то, что... Задача подсунуть какой-то текст, может быть, была, чтобы прочитали что-то, о чем не надо было. Нет, ну вы говорите про интеллектуру. А я говорю про вот именно вот этот подростковый, ершистый период, когда вот, ну, вы же про него знали сильно больше, чем среднестатистические родители. Я знал, что не надо вмешиваться в этот процесс, как отец. Это сепарация, которую делает он. А вот вы можете дать практический совет? Ну вот, например, один мой друг, я просто... У меня не праздный вопрос, у меня старшей дочке 13, мы сейчас начинаем, так сказать, все это над этим думать, по крайней мере, активно. И вот мой друг, у которого дети уже взрослые, он мне говорит, для меня было главное одно, чтобы дети понимали, что что бы ни случилось, как бы мы ни расходились, они всегда могут вот к папе обратиться. В любой ситуации. Я всегда вот приму. Вот такой, ну, на мой взгляд, такой практический ориентированный совет. Вот он правильный, и, может быть, вы какое-то другое бы дали. Вот что здесь важно? Вот мне чего же... Вы знаете, это правильно, это правильно, но я всегда играю словами. Правильно, значит, какое-то правило есть. А правила нет. А правил нет. Нет. Понимаете, а правил нет. Если ты любишь этих людей, людей, да, не детей, людей, они живут своей жизнью. Твоего психологического понимания, родительского понимания, должно быть достаточно, чтобы ты понимал, что это его жизнь. Один из слоганов нашей семьи, Галя, это ее жизнь. Галя, это его жизнь. Да, тебе она не нравится. Да, тебе кажется, что было бы лучше. Но это его жизнь. Надо прожить ее самостоятельно. Вот что еще хотел спросить. Любовь... Как-то я с одним гостем говорил такое слово затасканное. Чего только не называют. И вот мой гость сказал, что мы каждый пытаемся через что-то другое это объяснить. Ну, кто-то говорит, что там жертва, открытость, там терпение. Вот ваше слово каким было бы? Любовь это что? Совсем не хочется лишнего, но может быть вы послушаете и надеясь, что это вырежете. Моя будущая жена влюбилась в меня... Вместе работали. Я студент пятого курса, уже поступил работать в министерство, значит, параллельно заканчиваю университет и встретил там девушку, очень симпатичную девушку. И вот мы уже 50 лет вместе. Это... Очень много было в жизни. Но это тот человек, я ни разу не объявлял, не объяснялся ей в любви. Но это тот человек, без которого я не могу. А что это значит? Вот вы говорите, я ни разу не объяснялся. А может, надо было объясниться? Нет? Вы знаете, есть вещи, которые как будто бы... Ах, я вспоминаю, это классика из Толстого, где они пишут отдельные буквы на стекле. Да, Левин и кто-то там, Китти, ну, не помню уже это, их объяснение. И он пишет, я хотел бы вам сказать, что он пишет только начальные буквы, а она отвечает ему теми же начальными буквами. Вот опять важно, они же не говорят этого, они лишь обозначают. Вероятно, взглядом можно объяснить значительно больше, чем словами. А слова могут быть ужасно лукавыми, понимаете? Не знаю, для меня я люблю тебя сказать, но я могу сказать сыну, могу сказать дочери, потому что от полноты чувств. Понимаете, вот я действительно люблю их, понимаете? И вот в ситуации общения я могу себе позволить эти слова, они... Ты знаешь же, как я тебя люблю, да. И она знает, что она любит меня, понимаете? Несмотря на все раздоры, которые в жизни всегда иногда по пустякам, так сказать, возникают. Но это очень сложное. То есть у вас нет какого-то одного слова, если вернуться к моему вопросу? Это прежде всего отношения. Владимир Иванович, это отношения, этот человек, это тот человек, без которого ты не можешь быть. Вот он должен быть рядом. Есть нечто... Вот это и должен быть предметом психоанализа. Это не... То, что не из же пупка, понимаете? Это то, что связано с ценностью. С ценностью твоего бытия. И вот ценность этого бытия, она и заставляет тебя видеть мир по-другому. Да, вот... Что произошло со мной за эти два года, пока мы не виделись? Что-то произошло, я увидел ее другими глазами, ведь, вероятнее всего, за эти два года она не очень изменилась. Да, так сказать... Хотя, возможно, что-то произошло со мной. Как говорил один философ, ты есть то, что... Или как твоя любовь есть то, что ты есть что-то такое. Да, 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 да. То есть это... Это тяжелые вопросы, они, знаете, такие... Я сейчас очень искренен перед вами, потому что это вообще одна из моих, так сказать, особенностей. Мне проще быть самим собой, нежели надеть какую-то маску, которую я, конечно, могу надеть и сказать, да, думаю, ну и дальше что-то в этом роде. Значит, вы задаете вопросы бытия, понимаете? Вот... И осознание этого, оно, наверное, приводит людей и в церковь. Наверное. Вот это осознание, что твое бытие не полно, что чего-то ты лишен, что ты себя обокрал где-то. И, может быть, вот этот даже поздний приход может быть как раз более значим для тебя, чем то, что было бы раньше. Спасибо вам огромное. У нас еще финал. В финале я вас попрошу поставить знак припинания. Вот в каком предложении, в какой ситуации. Я вам цитату хочу предложить из Михаила Леоновича Гаспарова, нашего филолога. Вот что он написал у себя в записных книжках. Родители учат детей ценностям своей жизни, как военные готовят войска к вчерашним войнам. Согласиться нельзя возразить. Где вы поставите точку? Ну, здесь профессионал начинает говорить во мне. Профессионал в таком худшем значении этого слова, да, так сказать, все клише, связанные с процессом воспитания, обучения. И я бы, скорее, после нельзя поставил. Согласиться нельзя. Согласиться нельзя. Потому что они думают, что они учат ценностям. Ценностям нельзя научить. Ценности возникают в каждом человеке благодаря его жизни в этой конкретной ситуации. Поэтому они могут исходить из благих намерений. Они могут исходить из того, что они знают о себе. Но знают ли они о себе то, что они из себя представляют? Понимаете? Потому что, ну, вот извините, странная ассоциация, но она возникает. В христианском утваре ложки были вот такого размера и одна вот такая. Вот чья это ложка? Это ложка отца. Значит, он тоже ел из общего котелка. И каждый набирал себе в рот, но нечисти. И бил он своей длинной ложкой по многочисленному семейству тому, кто вдруг решил побыстрее, так сказать. Это ценность. Вот она здесь, вот в этой ситуации. Нельзя так делать, да? Тебе тут же дают знак того, что это неправильно. А когда мы начинаем учить ценностям это хорошо, это плохо, это стихи Маяковского. Что такое хорошо, что такое плохо. Понимаете? Ну что, хорошие стихи? Хорошие стихи, но это когда уже все есть. А если нету, то плохие. Понимаете? Я тут показываю картинку, которую в сети словил. Бабушка сидит с медвежонком плюшевым, отец сидит, вяжет, значит, маленькая девочка забивает гвозди в стену, значит, мальчик гладит, а мама играет там еще с чем-то. и это из школьного учебника. Что здесь неправильно? Задается вопрос. И что ожидает? Клише. Конечно, бабушка должна вязать, мать должна утюгом работать, отец должен забивать гвозди и так далее. Это ценности. Вот представленные в таком виде это не ценности. Это клише, которое будет долго или не долго, значит, ну, помнится, а может быть и не помнится вовсе. Формально все ответят. Это Геннадий Алексеевич Ягодин, руководитель гособразования СССР, а я не знаю, вы в курсе этой карьеры, я отвечал в последнем витке союза в министерстве за всю среднюю школу. Собственно, я, например, инициировал перевод с двойками. Потому что говорили, что это? Инициировал уменьшение количества математики и увеличение на литературу и на историю. Потому что мои гуманитарные склонности посчитали, что это важно. Вы знаете, поэтому в этой фразе согласиться нельзя. Родители не учат ценностей. Реализуют ценности, я бы согласился. Но у него же, смотрите, тут еще что, вы очень неожиданно предложили поворот, но он-то здесь делает акцент на том, как военные, вторая часть фразы, готовят войска к вчерашним войнам. То есть он еще говорит, что то, чему они учат, это уже, в общем... Вы знаете, этот момент... И с этой частью нельзя сказать. Это неверно, потому что они же живут сейчас. Понимаете, и они тоже меняются. И я сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал. Тургеневские стройки, для меня очень важны. Эти нравственные повороты, они возможны. У меня были ситуации, когда я со слезами просил прощения у взрослой дочери за то, что я делал. Понимаете, потому что... Потому что я понимаю, что я был... Но я сейчас понимаю, что я был неправ. Катарсис приходит часто очень неожиданно. Я сентиментален. Это известно, это слабость, значит, регуляции. Но у меня, когда я вспоминаю своего учителя, у меня прерывается голос. Почему? Вот эта ценность. Понимаете, вот они за нами, вот за нашей жизнью. Военные всегда будут готовить к прошлой войне. Всегда будут. Они не могут быть другими, потому что мы живем оттуда, сюда. А готовить тому, что будет, ну, да, прогнозируют. Слушайте, и Жуков стал замечательным полководцем, потому что ему повезло использовать танки и клинья там на Ханкинголе, да, так сказать, что-то в этом роде. Он был современным по тем временам полководцем, лучше, чем кавалерист Буденный, да, так сказать, в этом плане. Но мы не знаем тех средств, которые будут тогда. Сейчас многие пишут обыватели, что война уже идет. Что она еще идет не в том виде, который была в прошлых войнах, но она же идет. Война за умы. Понимаете, война за умы. И в этом плане для меня как бы очевидно, какое благое дело делает церковь, когда она говорит об истоках, о том прошлом, которые есть, которые будут, истоки, которые будут. надо увидеть вот эти моменты, и тогда согласиться с фразой Гаспарова не было проблем. Да, конечно, но это клише. Я не потому, что оригинальничаю. Нет, нет, я понимаю. Я хочу подчеркнуть, что мы всегда исходим из того, что было. Но я вот довольно давно уже осознал этот момент и пропагандирую в своих лекциях. Опыт – это не то, что было. Это опыт, это то, что есть. Это изменившаяся деятельность. Наша беседа изменила и вас, и меня. Я стал другим. Насколько? Я не знаю. И вы не знаете. Значит, психоанализм не поможет. Понимаете? В его традиционном понимании. Значит, но вы явно заметили нечто. У вас были, как говорят, инсайты? Неожиданный поворот. Вы другого? Да, как же это я не видел? Ну, ведь оно есть. В этом смысле мы всегда живем в настоящем. Думаем о будущем, но исходим из прошлого. И иначе мы не можем быть другими. Спасибо вам огромное за наш разговор. Я вам очень, очень, очень благодарен. И я надеюсь, что не только мы с вами, но и наши дорогие зрители к концу нашей беседы стали другими. Спасибо большое. Это был психолог Николай Николаевич Нечаев. А мы продолжим писать парсунны наших современников ровно через одну неделю. КОНЕЦ